ПОИНК! Эй, друзья мои, всем большой привет и добро пожаловать в игру The Sims 4. Мы вернулись к страшному и ужасному вампиру Зейну, которому в прошлой серии дали порожью и что-то мне подсказывает, что скорее всего у него останется шрам. Итак, мы с вами вернулись в проект ЧОРНЫЙ ЧОРНЫЙ ВДОВЕЦ, и у нас в прошлой серии была здесь такая лама с драмой, ну вот просто самая настоящая лама с драмой. И давайте посмотрим, что у нас сейчас в уточке происходит, потому что в прошлой серии к себе домой Зейн привел очередную подружку, ну и как вы понимаете, конечно же, его застукала его жена. А что это у нас тут такое? Это что-то валяется или это что-то сквозь текстуры проходит? Наверное, что-то проходит сквозь текстуры. В общем, его жена узнала, что у Зейна появилась подружка, ну и понятное дело, что она была в шоке, она ему врезала. Ну и как бы теперь ей очень страшно, потому что она считает, что этот дом вообще проклят. У нас тут плизраки, какие-то куклы. Это что? Слушайте, по-моему, похоже на лодочку. Ребят, вроде это лодочка. В общем, здесь у нас какие-то куклы появились. Ты зачем сюда пришла? Блин, смотрите, как прикольно за ней все так переливать. Ладно, сейчас не об этом. И, дорогая моя, мне кажется, тебе нужно уничтожить эту куклу. Вот согласитесь, куклу нужно срочно уничтожить. Значит, на улице у нас понятное дело, что идет дождь. Знаете, я вообще не удивлена. Вот серьезно, у нас постоянно идут дожди. Кстати, между прочим, у нас тут деревце растет. О, смотрите, сколько у нас квиточек. Ребята, надо срочно пособирать. Так, у нас тут тоже что-то проходит сквозь текстуры. Здесь у нас симпатичная, ну, симпатичная, с точки зрения нашего Зейна, арочка. И я так понимаю, что бедняга Шарлотта, видимо, хэпнулась. Ребята, тут немного как бы луж-колюш. Немноговато. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть луж-колюш. Так, а здесь у нас кто, собственно? Ребят, подождите, это же вроде новая подружка Зейна. Мадам, а вы ничего не наплутали? Может быть, вам надо домой отправиться? То есть, подождите, она тут обнималась, зажималась с Зейном. И как бы потом решила пойти полежать. Нет, ну, в принципе, ничего удивительного. Это же черный вдовец. Привет, слушайте, я не вижу детишек. Я не вижу... А, уже, по-моему, всех практически вижу. Я не вижу старшенькую. Привет, моя хорошая. Вы же помните, что наша младшенькая вернулась из другого мира. И она ведет себя, кстати, как-то странно и трошки агрессивно. Ну, понятное дело, что Зейн пока особо не придавал этому значения. У нас тут тыква вонючая. Но нам нужно будет с этим всем разобраться. И что-то мне подсказывает, что тут тоже кто-то сидит. Привет. Ты, по-моему, прошла сквозь текстуры. В общем, возвращаемся с вами в игру. Значит, у Зейна, в принципе, очень кокетливое настроение. Но ему дали по морде. Ему дали по морде. По-моему, я вижу зеленый дымочек. Нет? Или да? Нет? Вроде бы нет зеленого дымочка. Это шикарно. Вы посмотрите, какая злая Кэтрин. Она ужасно злая. Давайте мы попросим нашу Киру, чтобы она, наверное, поиграла с Кэтрин. Ребята, а почему такие отвратительные у них отношения? А что случилось? Подождите. Так, а ну давай посмотрим. Каприза не друг? Ребята, почему? А что произошло? Я что-то пропустил? Я не... Давайте расскажем какую-то историю. Посмотрите на ее мудлеты. Паника. Потом у нее мороз по коже. Нависающий ужас. О чем они говорят? В общем, короче, она поняла, что зря вообще она сюда переехала. И вообще тут так страшно, ужасно, кошмарно. И вообще этот Зейн, он мерзкий, отвратительный. Ну, шо поробишь? Уже переехала, значит придется тебя отправлять внутрь. Ну, в смысле вниз. Ну, в смысле внутрь, в камеру. Давайте мы, наверное, уберем эту страшную куклу. А вот ты, моя хорошая, будешь отправляться вот сюда. Вы же понимаете, что теперь она будет жить здесь. И она должна сейчас получить доступ в эту часть дома. Значит, разрешить доступ кому? Только, только Джен. Ну и давай иди сюда. Иди сюда. Все. Тебе нельзя было это все видеть. И кстати, здесь горит свет. Ааа, так все понятно. Я так понимаю, что Фрея настолько нравится заниматься магией. Как вы помните, она же у нас стала волшебницей. И она, конечно, сейчас день и ночь будет практиковаться. Потому что, ну как бы, что, у нас зря был тот сон? Нет. О, молодец. Слушай, а может наверху у нас тоже есть какие-то куклы? Дорогая моя, проверь, пожалуйста. Здесь вроде бы нет. Здесь я ничего не вижу. Но в эту комнату, понятно, что наша Грета зайти не может. У нее вроде бы все not bad. Давайте проверим верхний этаж. Ну, тут везде, в принципе, тоже not bad. Смотрите, как чистенько у нашего Зейна. Что меня не может не радовать. Значит, что я хочу попросить сделать Гретту? Я, наверное, попрошу ее сейчас что-то приготовить. Потому что как бы надо. Как бы желательно, чтобы у нас хоть какие-то продукты были. У нас детишек много. У нас, как бы, гостья сейчас в гостях. И, конечно же, Зейн ее попросит. Скажет, слушай, приготовь что-нибудь. Ребята, у нас нет продуктов. Так, готовить никто ничего не будет, пока ты ничего не закажешь. Тебе нужно заказать продукты. И сейчас у нас будет shopping time. Давайте посмотрим, на что нам хватит денег. У нас здесь 7700. Ну, так и особенно. Нам должны теоретически сегодня прийти денежки. Поэтому, как бы, ну, как бы мы можем заказать. У нас тут что-то. Это что такое? Это отладка. Ладно, отладку брать не будем. Давайте возьмем, наверное, масло. Давайте кейк фростинг. Ну, не знаю, возьмем. Вдруг у нас будет какой-нибудь тортик кент-кола. Можно, в принципе, всего по трошке взять. Потому что, ну, вы же понимаете. Вы же понимаете, что лишним оно не будет. Но, опять-таки, надо не забывать, что у нас, как бы, money, money, money. Rainbow Milk. Не-не-не-не-не, 600. Вы что, дуба рухнули? Давайте полунычное. Для вампиров, в принципе, нам ничего не надо. Потому что, как бы, у нас, вы знаете, что внизу растут всякие деревья. Поэтому, можно, в принципе, по этому поводу не париться. Это мы с вами, наверное, все брать не будем. В общем, короче, я думаю, что нам, ну, на первое время вот это... О, яйца. Давайте еще вот этих вот возьмем яйца. А то будет обидно, если реально оно как-то у нас не сработает. Ядовитая ежевика. Я так понимаю, что можно взять. Если хочешь кого-то травануть, то берешь ядовитую ежевику. И потом фруктовый тортик готовишь. И добрый вечер. Все. Капец. Так, все? 3200. Ребят, мы 3200 с вами потратили. Значит, Зейн, ты отправил свою возлюбленную вниз? А, она сама отправилась. Фух, я-то уже думала, отправиться, не отправиться. А у нас тут вообще открыто. Да, у нас тут открыто. Иди сюда. Кстати, надо будет попросить Зейна, чтобы он реально ее укусил. Слушайте, давайте ее укусим. Запереть для, 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 для всех. Понятное дело, запереть. И, кстати, поднимаемся сразу же к Зейну. Значит, Зей... А, что ты делаешь? А, ты уже с ней флиртуешь? Или как-то не получилось? Ребят, он, наверное, думает, блин, шоснете, срубив со своей бывшей. Видите, какой у него синяк. И вон, по-моему, у него уже появился этот самый шрам. И вообще у него какие-то, действительно, синяки под глазами. Мне кажется, он давно не высыпался. Слушайте, давайте попытаемся аккуратненько. Мы же можем к ней прилететь. Прилететь сюда летучей мышкой. Давай попробуем. Ведь он же может потом просто вылететь отсюда. И, как бы, никаких проблем не будет. Не надо будет открывать вот эти вот ворота. Привет, Джена. Ребята, у них ужасные отношения. Соблазнять! Да, конечно. Давайте посмотрим. Пить кровь. Давайте, может быть, вытянуть душу. Ну, не знаю. Хотя, в принципе, давайте попробуем долго пить. Что ты кричишь на стенку? Стенка тебе что сделала? Не кричи на стенку. Так, стой здесь. Все равно тебя никто не увидит. Злой, страшный, ужасный Зейн сейчас выпьет из тебя всю кровь. Слушайте, ребят, он же реально может выпить всю кровь. Вы же знаете, он реально может выпить всю кровь. Вы же помните, что у нас было в прошлой серии. Поэтому, если будет у нас то же самое, то я, в принципе, вообще не удивлюсь. Так, ребят, по-моему, кто-то плачет. Вот Фиона. Фиона у нас, кстати, дочка Джен. И Фиона у нас будет, как бы, следующей барышней, которая будет сидеть в темнице. Потому что Зейну, ну, как бы, Фиона никто. Она никем ему не приходится. Грета, ты заказала, я надеюсь? Что ты собираешься делать? Скорбеттина, зачем ты на улицу пошла? Давай-ка ты убаюкаешь перед сном и расскажешь сказку. Ну, как бы, она-то у нас всегда... Все? Ребята? Она... Все? Слушайте, как Джен паникует. Молодец. Ну, постой, послушай, как она паникует. Слушайте, а вытянуть душу мы не можем, да? Или можем? Получится, не получится? Пить кровь? Не, вызвать потребность. Бодрость и гигиены. Опа! А давайте попробуем. Как думаете, получится, не получится? Никого не было дома. В смысле? Да у нас весь дом заполнен людьми и не только людьми. Ну, почему надо было здесь ставить? Так, разбери. Ну, и затем давай-ка ты пойдешь. Наверное... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята. Джейд плачет. Джейд плачет. Что случится? У нее же все хорошо по показателям. Давай-ка, наверное, Кира посмотрит за Джейд. А вот я хочу посмотреть, как он будет. Ребята, она голодная. Но вы же понимаете, что это значит. Конечно, понимаете. Прилети сюда летучей мышкой. Прилетай, давай сюда. А ты можешь или не можешь? По-моему, сейчас будет скандал. Слушать, как Джен паникует. Да плевать мне на твою панику. Прилети, пожалуйста, сюда. Какой? Куда школа? А, у нас сегодня пятница, ребят. А у нас же сегодня пятница, точно. Ладно, давайте мы попросим его прилететь. Может быть, ему еще что-нибудь написать? Он давненько не занимался писательством. Так, все, ты меня достала. Я, как бы, свои силы сейчас применил. Все, я буду заниматься писательством. Все, давай-ка ты садись, пожалуйста, сюда. И как только, ну, как вы понимаете, Джен не станет, то он, понятное дело, что сделает предложение своей новой подружке. Ребят, это, получается, у него уже будет девятое. Вы понимаете, это девятая невеста вампира. Так, дорогой мой, занимайся делами. Я понимаю, что ты у нас такой вот весь из себя нервный вампир, но я хочу, чтобы ты написал еще какую-то книжку. А ты, по-моему, что-то не дописал. Или все дописал. Ааа, начинается. Слушайте, а как ему успокоиться? Давай-ка ты просто поиграй в какую-нибудь игру. Поиграй, например, в симбой. Вот, все прекрасно. Как дела у Джен? Ну, у Джен все очень плохо с питанием. Как дела у Греты? У Греты все хорошо. Ты будешь заказывать какие-то продукты или нет? Кстати, ей нужно картину дорисовать, потому что она же у нас художница, вы же знаете. Поэтому рисовать, рисовать и еще раз рисовать. Ну, теперь ты можешь что-то приготовить. Ну, у нас совсем пусто. У нас действительно пусто в холодильнике. И у нас осталось 4 400. И здесь я сейчас зря нас заказывала. О, мы можем сделать сыр. Ну да, ну да, ну да. Много чего. Печеньки можем приготовить. Мы можем тортики. О, ребят, у нас ягодные булочки. Ну, я думаю, что вряд ли мы будем готовить ягодные булочки. Кексы, лепешки. Суп из мол... Слушайте, давайте суп из моллюсков. Давайте суп из моллюсков приготовим. Она же готовит у нас хорошо, поэтому будь добра, приготовь. А вообще вот эта вот мадама, как тебя зовут? Ну, Келли, ты не спрячешься, как бы... Ну, как бы домой идти. Ребят, по-моему, у нее сломалась ванна, наверное, дома. Поэтому она решила, что надо у нас тут полежать. Она опять себе делает маску? Серьезно? Ребят, вам не кажется, что она к нам уже сюда, как бы, переехала? Ну, вот как бы совсем... Да чего ты кричишь? Не кричи. Погрейся, пожалуйста, здесь. Здесь холодно. А Зейн все никак не может успокоиться, ребят. Вы понимаете? Он очень-очень напряженный. Сколько у тебя еще будет? Два часа. Он у нас же виноватый выпивоха. Зато он себе смог повысить, как бы, свои показатели. Слушайте, хочется, конечно, что-то еще ему прокачать, но мы пока не можем, видите? У нас пока нет такой возможности, но я надеюсь, что, может быть, мы сегодня с вами еще кого-нибудь укусим. Надо посмотреть, кто у нас тут из жертв еще гуляет. Но сейчас как бы день. Сейчас как бы нас могут запалить. Не хотелось бы, чтобы нас запалили. Нам бы желательно... О, привет. Пока. Мы же не будем сейчас ни с кем здесь пересекаться. Тут есть какой-то камешек, но этот камешек нас не интересует. Смотрите, сколько родственников там вылетает. Грета готовит, видите? То есть Грета у нас вообще действительно молодец. Она у нас готовит, убирает. Кстати, по поводу убирает. А ну-ка покажи, как у нас тут чистенько вообще везде? Слушайте, ну везде практически чисто. Убрать и помыть. У детишек вроде бы все в порядке. Ой, бедняжка. Кэтрин. Кэтрин у нас, знаете, какая-то нервная. Чистюля. Конечно, она чистюля. Кто бы сомневался, что она чистюля? Она, конечно же, у нас чистюля. Так, давайте посмотрим. Стоп. Подождите. У кого-то сегодня день рождения? Сегодня день рождения у... О, у Фионы и у Гебриэла. Вы можете себе представить? У Гебриэла и Фионы. Так нам надо сделать тортик. Грета, ты должна приготовить тортик. Нам бы желательно, конечно, пригласить нашу новую подружку, потому что, как бы, ну, можно было бы ей сделать как раз предложение. Давайте мы попросим ее тогда, тогда, тогда сделать тортик и сразу же, чтобы она туда добавила свечи, потому что вы же знаете. Сейчас она сделает тортик, и потом кто-то обязательно его попробует. И свечи у нас уже как бы все. И свечи у нас, добрый вечер. Можно без заготовленных, пожалуйста? Бисквитные, шоколадные, а можно еще какой-нибудь? Тихо, тихо, тихо. Матча. Полунычка. И, блин, конфетти нельзя, жалко. Ладно, давайте тогда, может быть, приготовим. Давайте Матчу приготовим. Давненько мы не готовили Матчу, поэтому давай, моя дорогая, готовь. И нам с вами нужно будет действительно устроить такую вот вычирку. Но, опять-таки, учитывая, что Габриэль у нас не вампир, то есть он, по сути, будет помогать Грете. Он у нас будет помогать Грете. Он будет заниматься, не знаю, может быть, там механикой. Он, к сожалению, ну, как бы наследником нашего Зейна не станет. Ребят, любимое старое кресло Зейна горит. У нас опять начался пожар. Как вы понимаете, у нас тут действительно очень много всякого хлама. Ну, и было бы очень странно, если бы у нас здесь не начинались пожары. Так, вы все выскочили? А как дела у детишек? Ребята, а где детишки? Кэтрин! Ребята! Так, стоять! Стоп, уже три часа. Я уже запуталась. Где у нас кто находится? Все вернулись после занятий. Давайте попросим нашего Зейна. А почему нельзя забрать детей? Да что ж такое? Я думала, она сейчас сядет на это кресло. Я думала, она сейчас сядет посидеть. Да ты что, серьезно? Здесь нельзя выйти? Да, мы знаем, что здесь нельзя выйти. Мне так кажется, как она ручкой идет. Ммм, по-моему, здесь начался пожар. Причем самое интересное, что почему-то, по-моему, вот этот вот матрас вообще не сгорает. Он вообще почему-то не горит. У нас много чего здесь сгорало, а вот этот вот матрас вообще не хочет сгорать. Так, вы здесь бегаете, паникуете. То есть детишек почему-то они не додумались забрать. И это как-то очень странно. Ребята, как думаете, она переживет этот пожар? Он уже туда перекинулся. Так, я надеюсь, что только подниматься он не будет. Ну и то, что я вам и говорила. Она погибла в пожаре. А почему здесь появилась Гидрина? Ребят, а Гидрина вместо смерти, что ли, появляется теперь? У нас пожар, я не знаю сколько, часов 5-6, по-моему, длится. И никак... Фрея? Фрея? Ребята, подождите. Это в который раз Фрея погибает? Ребята, надо с этим что-то делать! Надо с этим срочно что-то сделать! Ребята, а как это она погибла? Так, а что вы встали все? Ребята, а где смерть? А где смерть? Подождите, какие повреждения в пожаре? Подождите, 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 подождите! Ребята, шо рубить? Так, смерть сначала сюда пришла. Но понимаете, смерть сейчас не выйдет. Смерть же не выйдет. Ступиться за Джен? Нет! Зейну нужно Фрею спасать! Он же сможет ее спасти. Вы можете себе представить? Вы можете себе представить, что у нас произошло? Фрея, вставай! Давай ты скажешь, что ты просто прикалываешься! Ребята! Семейная... А, серийная моногамия! Устроить свадьбы в 20 разных семьях? Это, конечно, чудесно! Но подождите, ребята, у нас тут бедосят! А подождите! Так, все, Джен не стало, ребята. Это уже... Какое? Восьмое надгробие. Восьмое, которое мы с вами должны... Нет, 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 нет! Так, давай. Ступиться. Подожди, вступись. Пожалуйста, Зейн! Зейн, ты же у нас повелитель вампиров! Ты самый вампирский вампир из всех вампиров! Пожалуйста! Пожалуйста, верните мою дочь! Иначе мы будем ее пытаться оживить! Ох, ребята, она уходит навеки! Вы понимаете, она уходит навеки! Ребята! Вы представляете? Вы понимаете, что из-за пожара они не могли зайти в дом, они не могли покушать? И теперь Фрей не стала. Фрей не стала. Какой ужас! Слушайте, может быть, нам с вами стоит... Эм... Привет, Жаклин! Ты представляешь? У нас тут такое произошло! Жаклин, такой ужас обнять поклонника! Давай обнимемся! Обними меня, пожалуйста! Ты представляешь? Я только вернулся домой! А тут лежит Фрея! И я не знаю, как это произошло! Фрея Лауден... Так, ребят, надо положить в багаж. Ты представляешь, Жаклин? Такой кошмар! Такой ужас! Мы с вами... Надгробие... Подождите, а мы вообще знакомы? Да, ребят, мы знакомы. Слушайте, а может быть попытаться все-таки действительно вернуть Фрею? Мне кажется, что идея хорошая. Только сначала давайте разместим надгробие, но оно у нас будет находиться здесь. Потому что она у нас не считается одной из жен нашего Зейна. Ребята, почему у нас такой кошмарный поворот произошел? Так, вы понимаете, что у нас сегодня еще день рождения. По-моему, у нас здесь что-то сгорело. А где вообще тортик? А где тортик, который должна была приготовить Грета? Давайте посмотрим. Может, у нас есть какой-то тортик? Или у нас нет ничего? Это просто шматочек тортика. А вот этого вот тортика с матчей я не вижу. Ну, давайте попросим Грету приготовить тортик. Вот это, конечно, капец. Вы понимаете, из-за того, что этот пожар никак не заканчивался, из-за того, что, ну, как бы у нас не было возможности зайти в дом и что-то съесть. А что, все у нас все... Подождите, заготовленное мы убираем. Мы не могли даже зайти в дом. Фрея погибла. Фрея погибла. Так, надо в любом случае приготовить тортик, потому что сегодня день рождения, как я уже говорила, у Гебриэла и день рождения у нашей Фионы. Вот это, конечно, поворотище, ребят. Вот это поворот. Но мы с вами знаем несколько способов. У нас есть несколько возможностей оживить Фрею, поэтому, может быть, конечно, Зейн попытается, я не знаю. Нам надо пригласить сейчас в гости... Подождите, Джен. Эм... Джен. Ребята, а почему она не числится как призрак? Вот это уже интересно. Нам в гости нужно пригласить Келли. Пригласить на свой участок. И нам нужно будет с ней как-то сейчас, знаете, отвлечься. Ну и понятное дело, что нужно сделать ей предложение. Она уже девятая. Она девятая невеста вампира. Девятая. Достигнут второй уровень навыка научных исследований. Знаете, мне кажется, что Зейн уже понял, что, как бы, нельзя никому привязываться. Нельзя ничего такого делать. Ему нужно дойти до конца. Ему нужно срочно, срочно закончить вот эти вот все приготовления. Келли спит. Ну, добрый вечер. Конечно, Келли спит. А давайте попробуем ему устроить вечеринку. Может быть, так она захочет к нам прийти? Зейн понял, что никому нельзя привязываться, поэтому ему срочно нужно сейчас жениться в девятый раз. Потом, как вы понимаете, у нас будут шуры-муры. И ему нужно будет найти десятую невесту. И потом он, наконец-то, сможет оживить свою Шарлоту. Хотя, честно говоря, я уже не уверена, хочет ли он ее, как бы, оживлять. Или же нет. Значит, кто у нас именинник? У нас именинник Гебриэл. И у нас именинница Фиона. Значит, гости. Ну, кто? Келли, конечно, у нас будет. Потом давайте, может быть, ну, Джейд, Кэтрин, Кира, понятная идея. Владислаус. Ну, не знаю. Давайте. Нет, не будем мы его приглашать. У нас сегодня такой, знаете, тяжелый очень день, поэтому мы не будем приглашать Эдвина. Нет, тем более мы не будем приглашать Эдвину. Остальных мы сами. Ну, Зейн. Ну, давайте. Зейн сам себя пригласит. Прекрасно. Ну, и давайте, наверное, больше ничего не будем здесь выбирать. Значит, день рождения у нас будет прямо сейчас. Я надеюсь, что она придет. Типа, как бы она не хотела прийти просто так, а на день рождения, знаете, типа, не отмажется, поэтому приходи, пожалуйста, на день рождения. У нас тут грязно. У нас тут трошки грязно. Совсем. Так, дорогая моя, пожалуйста, приготовь тортик. Приготовь и желательно здесь поубирать. Я надеюсь, что Келли придет. Келли придет? Да, она пришла. Ух ты, какая ковбойша у нас симпатичная. Значит, дорогая моя, поставь где-нибудь тортик. Где-нибудь... Куда ты несешь торт? Не, ну, дурное сало. Зачем ты его сюда принесла? Я, наверное, чего-то не понимаю. Пожалуйста, сделаем чпоньк. Потом иди, пожалуйста, вот сюда. Бегом. Иди вот сюда. Вот прям бегом, бегом, бегом. И мы сейчас должны с тобой добавить свечи. Быстро, быстро, быстро. Вот, вот, все. Давай, добавить свечи. Почему нельзя? А где? Это не центр? Нет, это не центр. Sorry, солнышко. Добавляй, пожалуйста. Ну и давайте, наверное, поприветствуем нашу гостью. Давайте ей скажем hello. Привет. Она, я так понимаю, что вообще, в принципе, не боится призраков? Говорит про жизнь. Не, не надо. Давайте дружелюбно, может быть, глубокие мысли. Не, давайте, может быть, занять... Обнять поклонницу. Давайте мы ее обнимем. Все, ты добавила. Молодец. Теперь давайте, может, где-нибудь здесь поставим вот этот вот тортик. Я хочу почистить. Тут очень грязно. Помочь задуть свечи? Она может. Помочь задуть свечи малышке Фионе. Ну что, дорогая моя, давай отправляться. И потом, главное, не забыть сразу же добавить свечи, а то мы с вами знаем. Мы с вами знаем. Так, просыпаемся. Good morning, sunshine. Грета, возьми, пожалуйста, ребенка. Так, Зейн, как у тебя дела? А где твоя подружка? А почему она не заходит? Она что, заперт? Нет. Назначить, ну, главный вход. А чего у нас все время сбивается эта фишка? Так, давай еще раз попробуем. Романтика. Ну, может быть, физическая близость сразу же в уху, в душе. Давай, может быть, заключить в объятия. Все, прекрасно. Молодец, иди ее обними. Ребята, у нас здесь восемь. Восемь надгробий. Кто у нас появился? Морган. Морган у нас появилась. Я так понимаю, что наша новая подружка, в принципе, вообще не боится. Задуваем свечки. И Фиона сейчас станет старше. Далее мы с вами попросим Габриэля задуть. Фиона взрослеет. Она у нас была чувствительной. Передвижение, общение, мышление. Давайте рандом и... Ребята, она будет капризной. Она будет капризулькой. Так, добавить, быстро, быстро добавить свечи. Смотрите, какая симпатичная девочка. И у нее кавунчик. Хорошая моя. Мне кажется, что, скорее всего, она подружится с Гретой. Теперь Габриэль должен задуть свечи. Значит, загадать желание. И сейчас мы с вами посмотрим, какой у нас будет pretty boy. Что-то мне подсказывает, что он не вампир. Нет, ребят, у него нету вот этого вот крылышка. Поэтому мы с вами уже говорили, что будем считать, что, допустим, мы узнаем, что они вампиры, когда они становятся пидлитками. Поэтому, в принципе, мы до этого времени не особо знали, вампир он не вампир. Но сейчас мы с вами в этом убедимся, вампиром он является или же нет. Ой, смотрите, она радуется. Ей так тут нравится. Габриэль взрослеет. Он у нас, между прочим, был отв... Вау, какой... Ребята, посмотрите, какие хлопать. Значит, он у нас был отважным. И давайте он у нас natural cook. Слушайте, ему нравится готовить. Я-то думала, что он, может быть, будет с механикой как-то заниматься. Но он у нас любит готовить. Значит, я думаю, что он у нас будет поваром, будет помогать нашей Грете. Ну и давайте выберем для него, может быть, фуд, чудеса техники. Давайте чудеса техники. Вау, ребят. Ну, нужно будет, конечно, сейчас перейти в кассу и его трошки поменять, потому что вы же понимаете. Вы же понимаете. Все-таки желательно его переодеть. Воу-воу-воу, друзья мои. Вы только посмотрите на этого красавчика. Да это же наш Габриэль. Я выбрала ему другую прическу, поменяла скинтон, поменяла одежду. И вы только посмотрите, какой он хорошенький. Но есть одна проблемка. К сожалению, он не вампир. Он обычный человек, поэтому он будет помогать по дому нашей Фреи. Ну а наша Фрея хочет оживить Грету. У нее есть одна идейка, и она очень надеется, что она с ней справится. Как вы знаете, есть несколько вариантов оживления персонажей. Если бы у нас здесь был волшебный колодец на территории, то было бы, конечно, гораздо проще, но колодца у нас нет. Поэтому она решила, что попробует приготовить амброзию. Для амброзии, если я не ошибаюсь, нужна специальная рыба. Также нам нужен специальный поушен. И еще нам вроде как... А что нам с вами еще нужно? Нам нужен цветок смерти! Точно, Даш, нужен цветок смерти. Но цветок смерти можно вырастить, вы знаете. И это достаточно сложный процесс. Ой, а что это у нас тут происходит? Что это у нас тут за магические взгляды двух призраков? В общем, это достаточно сложный процесс, но... Она много готовила. Она следила за садиком. В общем, действительно, у нее было очень много дел. Она может сейчас купить семена, которые стоят, по-моему, тысячу симолеонов за пакетик. И там может выпасть цветок смерти. Конечно, может выпасть, может не выпасть. Но мы с вами сейчас попробуем. И, кстати, у нас тут дофига и трошки всяких предметов в багаже. Может быть, мы что-то из этого продадим. Ну, например, 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 вот эту вот кровать. Мы же, наверное, лучше ее сейчас пока что продадим. Потом, если что, докупим. Еще у нас есть какие-то странные вот эти вот шкафчики. Почему у нас вот эти шкафчики? Нет, я, в принципе, догадываюсь, откуда вот эти шкафчики. Но будем считать, что мы не знаем, что это за шкафчики. Поэтому будем их продавать. У нас тут есть куча всяких цветочков, которые нам тоже не нужны. Но нам, в принципе, 10 тысяч, ну, не знаю. Давайте, может быть, чтобы у нас было хотя бы 1012. Может быть, нам как раз хватит, чтобы купить, сколько там получается, 12 пакетиков, собственно. Просто если мы сейчас с вами быстренько получим этот цветок, то, вы же понимаете, гораздо будет проще потом готовить вот эту вот амброзию. Так, что у нас есть еще? Столик. Давайте тоже продадим. У нас уже есть 12 тысяч. О, у нас есть еще компьютер, ребят. В телевизоре, я так понимаю, что это вещи одной из наших подружек. Слушайте, книжная полка за 1100. Нафига она нам тут нужна? Давайте продавать. Еще у нас есть за 900, ребята. За 900 символионов у нас есть офигенное зеркало. Еще душевая кабина. Ну, 300. Ладно. Not bad. У нас есть холодильник. Есть что-то еще дорогое? Пожалуйста. Снимок малого размера. Вешалка. Детектор дыма. 400. 205. 150. 210. А ты сколько стоишь? 800. 800. Давайте плиту продадим. И давайте, наверное... Хотя я, конечно, не хочу. Нет, не буду продавать игровую консоль. О, телевизор. Зачем нам телевизор? Что, кто-то будет смотреть телевизор? Теперь мы с вами переходим в садик. И нас с вами интересуют вот эти вот редкие растения, ребят. Ну, я надеюсь, что нам повезет. Давайте разместим их в комнате нашей Греты. Значит, раз... Ой, тысячу. Подожди. Два. И еще три. Я надеюсь, что Зейн нам не устроит скандал и не спросит, а где все деньги? Куда пропали все деньги? Так, раз, два, три. Сколько у нас уже? Семь штучек. Восемь, ребят, одиннадцать. Девять. Десять. Как думаете, выпадет нам сейчас вот это вот уникальное растение или же нет? Давайте скрестим пальчики на руках и на ногах, чтобы нам сегодня удалось получить вот этот вот цветок. Ладно, давайте пока что вот столько семян возьмем. И надо все это сейчас переложить к нам в багаж. Слушай, а ты не хочешь попродавать вот эти вот квиточки? Но нам они сейчас точно не нужны. Мы же должны следить за тем, что мы с вами будем получать. Поэтому давайте продадим. У нас там дофига и трошки в нашем садике. Всякого наросло, поэтому, в принципе, можно не переживать. Ладно, вот этот кровавый фрукт мы передадим Зейну, потому что он потом будет бурчать. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, ого, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, целых четырнадцать пакетиков. Слушайте, давайте мы ее отправим вот сюда. Сделаем вид, что, ну, может быть, она себя чувствует не очень хорошо. Поэтому, как бы, я пойду, наверное, отдохну, и она там, знаете, втихаря начнет... О, нет-нет-нет, ребята, у нас там что-то действительно сгорело. И она втихаря начнет, знаете, открывать и смотреть. Вдруг она действительно сможет получить нужное растение. И да, ребят, вы знаете, что, в принципе, ну, отношения у Фреи и Греты были не очень хорошие. Но я вам говорила, что, по-своему, Грета очень хорошая. Она действительно очень классная. Но она не может допустить... О, у нас тут еще плизерики. Она не может допустить, чтобы, ну, как бы, такое произошло в их семье. Тем более, она видит, что, ну, Зейна это очень сильно затронула. Так, подожди, никаких тортиков. Давай будем открывать, ребята. Я надеюсь, что нам удастся. И что это нам выпало? Волшебный боб. Под залог успеха. Хорошо, отлично. Давай, открывай. Ребят, это что это такое? Это фруктон. Нам фруктон не нужен. Это не то. Дайте нам пожар... Ничего себе, нам даже вот это... Тихо-тихо-тихо-тихо. Орхидея нам выпала. Ребят, так, в принципе, not bad. Сколько у нас этих бобов? Еще боб. Еще, по-моему... Тихо. Ага, у нас еще один самоцвет. Я уже пролекалась. Это у нас что? Стрели... Так. Еще. Ребята, нам нужно еще купить несколько пакетиков. Вы что, серьезно? Есть! Есть цветок смерти в сам... Вы представляете, как нам повезло? Так, теперь давайте сразу же купим вот это вот зелье. Оно, по-моему, стоит не очень дорого. Смотрите, у нее пять триста целых есть. Значит, зелье молодости, если я не ошибаюсь. Да, мы его покупаем. Ну и нам нужна специальная рыба. Специальная рыба. А может быть, мы можем ее заказать? А ну давайте посмотрим. Слушайте, у нас же тут супер-пупер как бы магазин. Заказать доставку. Заказать доставку продуктов. А вдруг нам повезет? А вдруг нам реально сейчас повезет? Нас интересует рыба. А где рыба? Чай, кофе, лягушки, насекомое. А рыба? Ребят. Да ладно. А, морепродукты. Тьфу-то я, я смотрю. Бойцовская рыбка. Ну, я так понимаю, что нет нужной. Она, по-моему, как она? Анжелик? Или как-то так она называется? Морское... Что? Одиннадцать? Ребята, это точно то, что нам нужно? Так, подождите, дайте я проверю. Мы-то ее закажем. Но я хочу посмотреть. По-моему... По-моему, да нет, морской ангел. Нас же реально интересует. Подождите, подождите, надо проверить. Надо все проверить. Нас интересует сладкое, нас интересует... Где амбрузия? Подождите, или это не сладкое? Давайте сюда перейдем. Значит, навык, по навыкам амбрузия. А, мор... Ребята, реально морской ангел. Реально нас интересует морской ангел. Ангел за 11 символионов. Вы можете себе представить? Ох, я представляю, как Зейн может разозлиться. Что за его спиной такое, между прочим, происходит. Хотя мне кажется, что сейчас... Голодный, ребята, он очень голодный. Ты что, призраков боишься? Так, нам нужно как-то сейчас поднять себе настроение. Аккордионогруз, похвалить шею. Отметить громкое сердцебиение. Ну, давай отметим. Ну, и как бы желательно, конечно, Скелли. Ну, как бы попытаться сразу же построить отношения. Куда ты пошел? Ох, он увидел призрака. Все, пролякався и все. И ничего не хочет делать. Так, а кто-то у нас тут гуляет? Ты кто? А, Ева Фостер, по-моему, у нас из этих, из вампиров. Нам бы кого-то укусить, понимаете? Но нам некого. У нас тут одни вампиры сейчас гуляют. А наши уже... Тихо, 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 тихо. Блин, это Эверита, нет. Она же не интересует нашей гостьей в плане укусов. Правильно, правильно, нет. Слушайте, знаете, кого мы можем сейчас укусить? Кто там нам доставку принес? У нас приветик. Крис Чеслер. Идем забирать. Тихо. Мы идем забирать. Мы уже бежим. Крис, у тебя такая классная шея. Так, тихо, тихо, тихо. Давай, иди забирай. Зин, ведирвый дубцу, иди забери. Да блин, да что ж такое? Встань, сказала. Ребята, он хочет меня довезти, да? Ты его сейчас укусишь. Встань. Встань, сказала. Иди к Крису. Ребята, вам не кажется, что он меня игнорирует? Что ты хочешь сделать? Никого не трогай, мой хороший. Пожалуйста, сядь вот здесь посиди. Сидеть. Сидеть здесь. А ты забери продукты. Да не трогай ты никого. Ребят, по-моему, он имел меня в виду. Он реально... Ты что делаешь? Пить не контролирует. Ребята, мне это вообще не нравится. Он хочет напасть на своего сына? Ребята. Он хочет на него напасть? Ребятки. Ребята. Вы понимаете, что происходит? А Грета, наверное, просто в шоке. Так, пожалуйста, разбери. Разобрать. Нет, положи лучше. Ребята, он хочет его укусить. Серьезно? Вы можете себе представить? Вот это повар... Ребят, если он сейчас его убьет, я не знаю, что будет. Так, тихо. У тебя есть вот эта рыба? Ребят, ну я не знаю. Я не знаю, что вам сказать. Я не знаю, что вам сказать. Пожалуйста, разбери пакет. Если он сейчас его убьет, это будет просто... Ну, это будет просто... Я не знаю, ребят, что вам сказать. Я просто в шоке от сегодняшней серии. Мы должны были предложение нашей девятой подружке сделать. А в итоге я не знаю. Я не знаю, кто кому сейчас что будет делать. Так, где наша рыба? Вот наша рыба. Давайте мы ее сюда отправим и посмотрим, можем ли мы пока что приготовить амброзу. Мне кажется, нам нужно несколько готовить амброзий. Кулинария, так, изысканное блюдо. Давай смотреть. Нас интересует... Так, давайте навык амброзий. Ребята, она может приготовить. Иди готовь. Зэйн. Вы понимаете, я не могла отменить это действие вообще. Я не могла отменить это действие. То есть он в любом случае хотел его укусить. Все? Все? Спокойно? Да? Все, ребята, хорошо. А где наша новая подружка? А что с небачи, баба? Ребята, а куда она делась? Давайте посмотрим. А где Келли? Ребята, она здесь. А, так она на улице стоит. Так, все, идем с ней флиртовать. Она, получается, ничего не видела. А она ничего не видела. Так, романтика. Давайте обольщать ее будем. Чего ты такой напряженный? Да расслабься. Relax. Take it easy. Не трогай ребенка. Пожалуйста, пойди со своей подружкой разбери. Он, по-моему, хочет меня довезти. Пойдем флиртовать с подружкой. Приветик. Давай пофлиртуем с тобой. Я же тебе нравлюсь, да? Ой, ребят, ну все, это любовь. Это 100% Келли. Давайте попробуем физическая близость. Long kiss. Не надо ее за задницу щипать. Поцеловать. О, поцеловать. Давай поцелуем. И что у нас есть еще за варианты? Романтика, любовь. Стать парой. Оп. Ребята, можно попробовать. С днем рождения. Так, ну-ка, давай попробуем. Давай. Стоп. А где, 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 ребят? Где амброзия? Где? Главное, чтобы никто не съел. Есть амброзия. Есть. Сколько? 6 тысяч. Ребята, 6 тысяч. Представляете? 6 тысяч. Ну, нам теперь нужно дождаться появления... А где ты у нас тут? Давайте, может быть, попробуем оставить сахарный череп, укрепить связь. Надо будет потом ее призвать. Понятное дело. Так, как тут у вас дела? Вы собираетесь вообще парой становиться? Тихо, тихо, тихо. Это кто у нас? Гидрина, по-моему, здесь гуляет. Ой. Ты такой симпатичный. Я хочу быть с тобой. А ты хочешь быть со мной. Мы же с тобой будем вместе, правильно? Мы всегда с тобой будем вместе. Ребят, жалко, у нас нету... У нас, по-моему, нету этого... Сахарного черепа. Значит, отправить душ... Нет, не-не-не-не. А мы можем оставить сахарный? У нас нету. У нас же нету сахарных черепов. Персон... А, фух, я уже пролекалась. Думаю, что у нас тут происходит? Так, Зейн. Ты будешь делать ей предложение? Блин, он опять голодный. Куда ты пошел? Тебе не надо в туалет. Давай назад. Ты должен ей предложить стать парой. Куда попрощаться? Ты что? Не-не-не-не-не. Ты уже попала, дорогая моя. Любовь пригласить на свидание. В смысле? А мы можем ей предложить стать парой? Да ну... Подержи ее за ручку. А может быть у нас реально с ней отношения не такие уж хорошие, а она просто не хочет становиться с нами парой? Сделать предложение... Так, подождите, они, получается, уже... Я что-то заплуталась. То есть, получается-то они уже стали парой? Мы просто этого не увидели. Душевный разговор. Давайте попросим посмотреть на облака. Вот, идите, смотрите на облака. Вампир наш может смотреть на облака. Я хочу, чтобы появилась наша Фрея. Может быть, она появится. Фрея, пожалуйста! Ты оставила? Да ладно. Она реально оставила сахарный череп. Фрея! Нам нужна Фрея! Слушайте, а может быть мы можем ее призвать здесь? Гидрина, Морган, Джен... Фрея! Открыть профиль. Блин, мы не можем так просто ее призвать, к сожалению. Надо будет ждать, когда она у нас тут появится на участке. Зейн! Как у вас дела? Может быть, ты уже можешь сделать... Он опять голодный. Ему придется опять давиться этими фруктами. Слушайте, отношения у них уже хорош... О! Он может ей сделать предложение. Стоять! Стоять! Иди сюда! Ты будешь моей девятой женой! Ребята, он ей сделал предложение! Ты будешь моей? Да, конечно! Когда я тебя увидела, я сразу же поняла, что нам с тобой нужно стать парой. Знаешь, мне нравятся вот эти вот все приключения. Мне нравятся ваши призраки. Я думаю, что мы с тобой будем замечательной парой. Ой, дорогая моя. Мне кажется, что ты даже не представляешь, куда ты попала. Слушайте, так они могут теперь теоретически пожениться? Да! Да-да-да-да-да-да-да! Мы можем, кстати, сделать фотографии. Мы можем сделать фотографии. Вейлинг фотос. Давай-ка пойдем, может быть, сделаем парочку фотографий. Ну и затем им надо пожениться. Им нужно будет пожениться. Ой, смотрите, какая красота! Смотрите, какие у нас красивые будут фотографии. А давайте побольше. Побольше надо, побольше. Посмотрите, романтика. Можно будет потом их повесить, между прочим. Так, а можно мне показать нормально, а не со спины? Вау, смотрите, какой кадр. Блин, красиво. Вот красиво. Так, давай вот так. Ребята, вы понимаете, что это девятая невеста? Девятая невеста! А как вас... Ага, это мы с вами уже видели. Можно еще какой-нибудь интерес... Тихо-тихо-тихо. Через кусти. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Ну, тут видно, конечно, не очень хорошо. Так мы же только что, по-моему, этот кадр и делали. Ну, ладно, будет еще один. Будет несколько. Блин, надо было тот попробовать. А ну-ка. Ой, а вот смотрите, какая красота. Так, только ноги сильно не обрезай. Вот, вот так уже чудесно. И еще давай какой-нибудь кадр. Это мы видели. Вот этот давайте мы развернем. Ой, смотрите, какая она довольная. У нас есть еще, получается, четыре кадра. Можно еще вот этот сделать. Вот, потом самые лучшие действительно мы с вами отберем. Ну, и можем, например, действительно в спальне повесить. На какое-то время, пока они будут вместе. Потому что мы с вами знаем, что, к сожалению, жены надолго не задерживаются у нашего Зеина. Можем вот так вот развернуть. Так, типа сбоку. И тут как бы, типа, виден этот светильник. Хотя он не светится, но ничего страшного. А и будет вот так. Ну, и давайте вот такой вот последний кадр. Такой вот красивый. На лепесточках. Все, друзья мои. Теперь можно уже и пожениться. Так, стоять, стоять, стоять. Вступить в брак. Оу, май. А никто не хочет выйти нас как-то поздравить? Нет? Слушайте, а прикиньте, если у нее есть там дочка, сын. Второй уровень навыков флори... Флористики? Грета решила заняться флористикой. Я вам говорю, что она у нас барышня. Просто мастер на все руки. Какая красивая церемония. Ну, почему никто не смотрит? Эй! Почему никто не пришел посмотреть? Ну, давайте попросим хотя бы Грету, наверное, посмотреть. Положить в багаж. А ты не можешь, как бы, посмотреть, позвать. О, посетить свадьбу, точно. Давайте попросим посетить свадьбу. А вот тебя, я не знаю, наверное, не можем попросить. Мы тебя можем попросить посетить свадьбу. А то это как-то странно. У нас свадьба. Эй! У нас свадьба, и никто на нее не обращает внимания почему-то, и мне стало грустно. Почему они не могли сразу? Да, конечно, съезжаемся. Итак, церемония закончилась, и я смотрю, что даже Шарлотта решила выйти во двор и посмотреть, что же у нас тут происходит. Ребята, у нашего Зейна девятая, девятая жена! И, кстати, только что здесь появилась Фрея. И я думаю, что Грета в следующей серии попытается ее оживить. Ну что, ребят, я надеюсь, что вам понравилась эта серия, не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на мой канал, до скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok